Добрый день, уважаемые коллеги! И, во-вторых, нам предоставилась возможность в какой-то степени обкатать эту методику на базе пилотных университетов, чтобы понять, насколько вообще можно использовать наши предлагаемые нами документы как рабочие инструменты в вашей практической работе по привлечению иностранных студентов. В проекте на этапе апробации участвовали шесть университетов, в общем-то они уже назвались у нас. И для того, чтобы все-таки определиться... То есть, так как у нас по заданию по ТЗ было участие только проекта группы 5100 в апробации, но для того, чтобы понять, что методика достаточно универсальная и может использоваться вообще в принципе в любом российском вузе, мы соответствующие определенные критерии для отбора университетов-пучастников апробации разработали. И, во-первых, это значит было территориальное расположение вузов, то есть в разных федеральных углугах, потому что все-таки это влияет в какой-то степени как на географию привлечения иностранных студентов, так и связано с теми региональными приоритетами развития международного сотрудничества, которые предъявляются к каждому конкретному университету. Следующим критериям отбора выступила вид вуза, то есть принадлежность либо группе классических или технических университетов, так как эти университеты предлагают, в общем-то, для обучения разные наборы специальностей и направлений, которые по-разному востребованы иностранными студентами. Об этом уже тоже говорилось. И третий критерий отбора – это категория вуза, вхождение в группу федеральных или национальных исследовательских университетов. Как до того, как все эти группы вошли в проект «Пять стол», все равно для них, в общем-то, были характерны разные стратегии развития вузов, разные наборы мероприятий и показатели деятельности, в том числе и по привлечению иностранных студентов. И нам кажется, что категория вуза тоже во многом может влиять именно на процесс привлечения иностранных студентов в университет. Ну и, естественно, конечно, фактором отбора стало согласие университетам принять участие в апробации, так как это все-таки была дополнительная работа и дополнительным затратой и времени, и силах человеческих. И большая благодарность нашим экспертам, вузам, университетам, которые откликнулись на наше предложение принять участие в нашем проекте. На этапе апробации был проведен следующий комплекс мероприятий. Во-первых, это была проведена диагностика проблемного поля университетов, разработаны и реализованы планы мероприятий для внедрения одного или нескольких элементов системы привлечения иностранных студентов в вузе, внесены изменения и дополнения в методику, а также разработаны рекомендации по ее использованию. Ну и вкратце, позвольте остановиться на отдельных мероприятиях. Диагностика проблемного поля. Первый шаг, который мы предлагаем сделать в этом направлении, это создать рабочую группу в университете с привлечением сотрудников из ключевых подразделений университета, которые в той или иной степени задействованы в процессе привлечения иностранных студентов. В общем, как уже говорил Фарид Абул, до сих пор еще существует стереотип, что если мы говорим о ностранных студентах, значит все, что с этим связано, имеет отношение только к международной службе, только она этим и занимается. На самом деле, возникающие новые формы направления деятельности, в том числе и привлечения иностранных студентов, они заставляют привлекаться к этой работе и другие подразделения вуза, в том числе и учебный отдел, и маркетинговую службу. И для этого создание именно такой рабочей группы, нам кажется, оно позволит лучше скоординировать усилия всех подразделений и более четко распределить между ними сферы ответственности и более эффективно использовать необходимые для этих целей человеческие, материальные и финансовые ресурсы. Ну, состав группы может, в принципе, в каждом университете варьировать, но нам кажется, что приблизительно он должен состоять из представителей подобных определений университета. Естественно, обязательно должны войти представители институтов-факультетов, которые являются теми главными производителями академических продуктов и услуг, на которые мы и привлекаем иностранных студентов. То есть, без взаимодействия с институтами, с факультетами, работа по привлечению иностранных студентов в университете вообще не должна происходить без их активного участия. Следующий шаг был непосредственно самопроведение диагностики проблемного поля университета, потому что для того, чтобы создавать и внедрять какие-то новые элементы, необходимо понять вообще, какая текущая ситуация в университете, оценить конкурентоспособность образовательных программ и услуг, а также выявить точки роста и направления развития, которые в университете имеются, для того, чтобы привлекать иностранных студентов. В качестве источников информации для диагностики нами были использованы стратегически нормативные отчетные документы университетов, участников опробации, мы изучали сайты университетов, особенно те страницы, которые ориентированы на иностранных студентов, публикации в СМИ, из них можно много интересного, полезного узнать, а также анкетирование фокус-групп сотрудников иностранных студентов. Именно с этой целью нами были разработаны... Что-то странно. Нами был разработан определенный инструментарий для диагностики. Это опросные анкеты для экспертов, формы сбора статистической информации об университете и анкета для опроса иностранных студентов. Вот в чем цель именно проведения такого экспертного вопроса, опроса в университете? Во-первых, именно на основании ответов экспертов можно в какой-то степени понять и оценить текущее состояние дел по привлечению студентов в университет, понять, какие формы направления деятельности в наибольшей или в наименьшей степени развиваются в университете, выявить те проблемы, которые возникают в процессе привлечения иностранных студентов, а также получить конкретные предложения от сотрудников различных подразделений по улучшению этой деятельности. А статистическая информация позволяет нам подтверждать полученные выводы, сделанные выводы количественными данными. При анализе вузов участников апробации, в первую очередь при анализе ответов экспертов, нами был определен круг проблемных вопросов, которые в большей или меньшей степени характерны для всех российских университетов, как нам кажется, и в первую очередь это проблемы в коммуникациях между подразделениями, которые участвуют в работе по привлечению иностранных студентов, это отсутствие детального стратегического планирования деятельности по привлечению иностранных студентов, недостаточное развитие сервисов поддержки и слабое взаимодействие с внешними агентами по вопросам привлечения иностранных студентов. И вот, собственно, на основе выявления таких проблемных зон для каждого университета был разработан определенный план мероприятий для внедрения или для усовершенствования уже существующих элементов или для внедрения новых. Яна Шамильевна уже говорила о том, что в большинстве, ну вообще практически во всех российских университетах у нас программа по привлечению иностранных студентов, она не выделена в какой-то отдельный документ в университете. На самом деле нам кажется, что наличие подобной программы, именно документированной, является очень полезной вещью. На самом деле такая программа экспорта образовательных услуг разработана в политехническом университете. То есть это такой детализированный план на несколько лет, в котором прописаны цели, задачи по привлечению иностранных студентов. Там определены необходимые ресурсы, спектированы ожидаемые результаты, целевые показатели деятельности, а также назначены ответственные и сроки выполнения. И нам кажется, что наличие подобного документа, подобной программы мероприятий по привлечению иностранных студентов было бы очень полезным для ГУЗа. Мы сейчас, кстати, тоже у себя работаем над созданием такого плана. Так как Казанский федеральный университет тоже явился одним из университетов, площадкой для апробации методики, для себя мы тоже, в общем-то, написали подобный план по развитию нашей системы привлечения иностранных студентов. И нами был выполнен, ну, реализован ряд мероприятий. В первую очередь, например, в рамках совершенствования систем управления процессом привлечения набора и приема иностранных граждан у нас произошла определенная корректировка тактики и набора маркетинговых мероприятий по привлечению студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Например, по отношению студентов из стран СНГ сейчас в большей степени начинает применяться тактика дистанционного привлечения, дистанционных отборочных мероприятий. То есть объявляются, проводятся дистанционные олимпиады, интернет-тестирование по узкому языку по отдельным предметам. После этого отбираются победители, с ними уже проходит очное собеседование на площадках в этих странах, которые тоже определяются. И, соответственно, по результатам этого собеседования студенты зачисляются в Казанский федеральный университет. То есть мы начинаем потихонечку отходить от тактики непосредственных выездов с рекрутинговыми мероприятиями в страны СНГ, так как у нас уже бренд, мы считаем, что бренд Казанский федеральный университет достаточно популярен в этих странах, и форма именно дистанционного привлечения через олимпиады показывает свою эффективность уже в второй год. Что касается студентов из стран Дальнего Зарубежья, то на них работает такой комплекс маркетинговых мероприятий, как, естественно, это взаимодействие с рекрутерами, о котором завтра расскажет наш сотрудник ЧУПА, начальник отдела по привлечению иностранных студентов. Это программа, которая у нас только начала в прошлом году реализовываться, школьный десант. То есть мы ездим по школам непосредственно в зарубежные страны и уже непосредственно в школах ведем рекламные кампании с нашими будущими абитуриентами. Еще одним, на наш взгляд, интересным и полезным мероприятием в РАБАЦе стало проведение рейтинга институтов КФУ по международной деятельности. И половина показателей этого рейтинга составляет первые показатели, имеющие отношение к привлечению иностранных студентов. То есть, с одной стороны, проведение этого рейтинга показывает, как институты вовлечены в процесс привлечения, с другой стороны, так как эти показатели во многом пересекаются с показателями нашей дорожной карты, соответственно, выполняя их, институты работают и на выполнение дорожной карты ПК, что, в общем-то, тоже записано в их обязанности. Также, в связи с тем, что у нас, в общем-то, за последние годы поращивается очень сильно число иностранных студентов, особенно из стран дальнего зарубежья, нами было пересмотрено штатное расписание департамента внешних связей, введены новые штатные единицы в структуру, особенно связанные с вопросами паспортно-визовой службы. И кроме того, для того, чтобы усилить взаимодействие между департаментом внешних связей и институтами, у нас сейчас развивается служба кураторов по вопросам приключения иностранных студентов в институтах. Кураторы активно участвуют во всех рекрутинговых мероприятиях, они выезжают для участия в выставках, ярмарках, зарубеж, они принимают участие в подготовке рекламных мероприятий, в отборе студентов по грантовым программам вуза. То есть, в общем-то, мы считаем, что это взаимодействие, она у нас активно развивается и приносит свой положительный результат. Ну и, как я уже сказала, главным итогом этапа апробации проекта должна была стать именно доработанная методика. Новый вариант методики вывешен, опять же, на нашей площадке на сайте КФУ, с ним можно ознакомиться. Кроме того, там же вывешены и рекомендации по использованию этой методики. И хочется надеяться, что те планы мероприятий, которые нами были разработаны для университетов учащихся в апробации, в какой-то степени были им полезны для их, в их работе по совершенствованию их систем привлечения иностранных студентов. Ну и об этом они нам расскажут сейчас сами, насколько мы им помогли, насколько им было вообще интересно и полезно с нами работать. Спасибо. Уточните, пожалуйста, насчет дистанционных методик привлечения иностранных студентов через олимпиаду. Вы имеете в виду проведение вступительных испытаний вот таким образом, или это только предварительно оттуда? Можно я переодетую? Да, вот варит оттуда, что он сейчас более предметный. Подождите, пожалуйста. Да, не стесняйтесь варит оттуда. И каким образом у вас работают, и как вы подвели это в нормативную влагу? Если вы хотите наступить, это испытание. Чуть поближе микрофон, а то я не слышу. Опять же, мы смотрим в федеральные нормативки, что можно, что нельзя, что не запрещено. Дистанционные формы проведения отборочных мероприятий как раз не запрещено нормативкой, и приемная комиссия имеет большой опыт организации дистанционного тестирования, в том числе и в рамках подготовки к ЕГЭ для российских граждан. Последние 4 года они активно распространяли это на граждан стран СНГ, то есть это не в один год пришло к нам. И в этом году уже, в декабре месяце, был опубликован график проведения интернет-тестирований по русскому языку и по всем профильным предметам, необходимым для поступления в университет. И все это завершается, подводится, все серьезно, все с представлением, с идентификацией личности в системе с регистрацией. И завершается это очным собеседованием там, где мы ищем этот контингент. Только в одном Казахстане у нас 6 точек, где будет проходить вот это очное собеседование. Приемные комиссии наши очень строго и трепетно относятся к правилам приема и к порядку приема. Согласованные решения, вот все те мероприятия, которые мы проводим, они вписываются в общую. Хорошо, а вот дистанционные тестирования, вы говорите, ну допустим, есть интернет-портал. Вы каким образом проводите, там, видеозапись, как это все происходит? Или просто есть задания на интернет-платформе, где у них эти детали находятся, выполняют? Ребята регистрируются, и им назначается вполне конкретное время, когда они могут заходить и выполнять эти тестовые задания. А их снимают? В реальном времени. В реальном времени. Это пишется. Ребята регистрируются, может обложиться учебниками, позвать папу, маму. Ну, знаете, супер-крии – вещь недостижимая. И поэтому вот эта вся процедура дополняется очным собеседованием. То есть, конечно же, дистанционное тестирование не заменяет собой вступительные испытания. А в обучении документов у него есть? То есть, это как вы осторожаете? То есть, это во внутренних правилах фригору проходит? Или может быть какое-то положение у вас? Во внутренних правилах. Каким образом у вас будет все? Во внутренних правилах. Очень мелко. Это шесть точек, которые будут покатечными испытаниями собеседованием. Они будут покатить сроки приема отказания? Нет, нет. Я сейчас специально запечатаю. На основании этих собеседований составляется список документов. Скажите, что вы? За числением поступлений. И вся эта процедура за числением уже проходит в официальные нормальные сроки. После 20-го года ребята окончательно сдают документы. Если контрактники, то до момента зачисления они облачивают свои контракты. И приказы выходят в строгое сроки, которые указывают порядок и правилами. А мероприятия, отборочные, ночные собеседования, туда не в Казахстане, у нас проводятся в официальном. В Ташкете проводятся 24-го по 31-го мая. В принципе, мы должны подстраивать в случае этих отборочных компаний, которые проводятся в этих странах. То есть ребята должны все-таки получить представление, что они уже, например, на подходе к обучению в вузах Российской Федерации. И все-таки мы конкурируем с отборочными компаниями, собственно, в этих странах. А потом они туда приезжают, после 20-го, они приезжают к 15-му июля, а они проходят через 3-м июля. Нет. 15-го июля они не приходят. Не приезжают. Документы они сдают? Документы они сдают. Они присылают документы, в том числе и в экспресс-почту. И когда на собеседование приходят? На собеседование они приходят, смотри, в институтционный документ. То есть паспорт, то есть чужой человек, в этом смысле, за него собеседование проходить не будет. А оригинал почты, да? Оригинал почты, могут лично. А я правильно понимаю, что вы в протоколе вступительных испытаний вносите как раз вот то, что вы писали в интернете? Да. А ваше открытое собеседование, оно включается в протокол? Так. Жанин, начальник транспортного цепса, сидит ответственным секретарем приемной комиссии. Во всяком случае, нигде в этой системе, о которой у нас нету, ничейки, галочки, чтобы отметить скайп-собеседование. Но протокол скайп-собеседования можно вложить в лечении где-то. Можно, дополним, так, предыдущий век? Нет, нет, вот вопрос, пожалуйста, просто тут у нас дискуссия началась. Смотрите, если, например, вот это вот собеседование, да, они сдают успешно. Это помогает им произойти, например, всеми остальными клиентами, которые не прошли, да, эти собеседования. Например, если он экзамен в своей стране, допустим, сдал, допустим, не очень хорошо, но собеседование сдал, это прекрасно. То есть он зачислялся или нет? Как бы вот как гибель у нас дают, например, ну как в России, да? То есть результаты, допустим, недостаточно. Значит, вот та система отборочных интернет-тестирований и очного собеседования – это своего компромиссия между тем, что нам можно, что мы можем сделать, и между тем, что могут позволить себе, так сказать, граждане страны СНГ во всей этой истории, да? Да. Когда мы приглашали людей на вступительные испытания с 15 июля, ну, у нас 50-60 человек всего приезжало на такого рода мероприятия. Мы отбираем в первую очередь здесь на контрактное обучение. На контрактное обучение. Да. И, ну, не секрет, что при отборе, при наборе на контрактное обучение академические показатели чуть-чуть полегче, чуть-чуть попроще, чем, например, отборно-бюджетные. На бюджетные места, там, где наши соотечественники имеют право, мы здесь отбор не видим. Для того, чтобы поступить на общих основаниях на бюджетные места, мы должны приехать сюда и непосредственно с россиянами поконкурировать. Продолжение следует...